Владислав Крапивин. Мальчик со шпагой. Эту книгу я посвящаю своим лучшим друзьям. Матросам, подшкиперам и барабанщикам, штурманам и капитанам, флаг-капитанам и флагманам отряда «Каравелла». Часть первая. Всадники на станции «Роса». Глава первая. Хорошее было у станции название. Очень для нее подходящее. Мальчик пришел сюда рано утром, и пока он брел от дороги к домику, брюки у него до колен вымокли от росы. Потому что кругом стояли высокие травы, и на них дрожали крупные водяные шарики. В шариках зажигались огоньки, малиновые, золотые, синие. Мальчик подошел к скамейке, поставил чемодан, бросил на него потертую рыжеватую курточку, сел и стал ждать поезд. Ждал он долго и терпеливо. Огоньки в траве давно погасли. Пришел июльский безоблачный полдень. Станционный домик стоял среди лопухов и высокой овсяницы. Он был небольшой, светло-коричневый, с белыми кружевными карнизами. На острой башенке весело торчал жестяной петух. Он будто высматривал, не спешит ли сюда из-за дальних лесов какой-нибудь поезд. Но поезда появлялись редко. Станция располагалась не на главной дороге, а на боковой ветке. У крыльца в палисаднике стояла гипсовая скульптура. Мальчик и жеребенок. Низенький постамент скрывался в траве, и можно было подумать, что мальчик с жеребенком стоят прямо на земле. Будто они играли на соседнем лугу и на минутку забежали на станцию взглянуть на круглые часы. Не пора ли обедать? Наверное, было еще не пора, потому что они затевали новую игру. Мальчик правой рукой обнял жеребенка за шею и чуть нагнулся, словно хотел что-то ему на ухо прошептать. Жеребенок стоял смирно, однако в каждой жилке его звенело нетерпение. Он будто говорил, я тебя люблю и слушаюсь, но давай поскорее перестанем шептаться и пойдем еще поскачем. Так, по крайней мере, казалось маленькому пассажиру. Ему нравились гипсовый мальчик и жеребенок, чем-то похожие друг на друга. Оба тонконогие, ловкие и, конечно, веселые. И он смотрел на них, как на товарищей, и даже немного им завидовал, но все-таки они были ненастоящие. Мальчик на скамейке вздохнул и перевел взгляд. Дверь в дом была открыта. В маленьком станционном зале громыхала ведрами пожилая уборщица. За домом поднимался зеленый солнечный бугор с редкими и очень прямыми березами. За березами виднелись крыши и антенны дачного поселка. Еще дальше темнел сосновый лес. Он огибал станцию с трех сторон, а на юге, за рельсовой линией, уходили к реке светлые луга и кустарники. Было жарко и тихо. Только ведра погромыхивали. Пахло смолой и гудроном от разогретых шпал. Из-за бугра пришел серый клочкастый пес. Ростом с козу. У него были полустоячие уши, толстые лапы и озабоченная морда. Он сунулся было в дверь, но увидел уборщицу и попятился, поджав похожий на веер хвост. Улизнув от двери, пес принял независимый вид и деловито оглянулся. Тут он заметил мальчика. С полминуты они разглядывали друг друга с любопытством и чуть настороженно. Потом пес медленно двинулся к мальчику и остановился в трех шагах. «Чего тебе?» — сказал мальчик. Сказал не сердито, а с неловкостью, как говорят с маленькими детьми, когда не умеют с ними обращаться или бояться обидеть. Пес нерешительно махнул хвостом. Один раз. Мальчик чуть улыбнулся. Щелкнул замком чемоданчика и поднял крышку. Пес сделал еще шаг, торопливо сел, наклонил голову и совсем по-человечьи моргнул. Мальчик вынул газетный сверток с дорожным запасом. Это были два ломтика хлеба, а между ними котлета. Песий хвост засвистел и замелькал, как пропеллер. С пушистых одуванчиков с тайками взлетели семена парашютики и осели у мальчика на брюках. Он засмеялся, разломил котлету и бросил половину псу. Мальчик думал, что кусок моментально исчезнет в собачьей пасти. Но пес, получив угощение, перестал вертеть хвостом, лег и начал жевать котлету, деликатно придерживая лапой. При этом поглядывал на мальчика благодарно и хитровато. Другую половину котлеты мальчик съел сам. Потом они поделили хлеб. Он был не такой вкусный, как котлета, но пес охотно сжевал весь кусок и выразительно посмотрел на мальчика. «Нет ли еще?» «Все», — сказал мальчик. Пес глазами показал на газету. «А это?» «Это же просто бумага. Видишь?» Мальчик повертел перед ним смятый газетный лист. Пес не прочь был пожевать и бумагу, пропитанную таким вкусным котлетным запахом. Но мальчик не понял. Он скомкал газету и оглянулся. Куда бы кинуть? Кругом было чисто. В траве полисадника и на дорожке мальчик не заметил ни окурков, ни бумажных клочков. К тому же сердитое побрякивание ведер напоминало, что мусорить на станции не следует. Уборщица уже вымыла пол внутри дома и мыла крыльцо. Мальчик подошел к ступеням. «Скажите, пожалуйста, куда можно бросить бумагу?» Уборщица выпрямилась и глянула с высоты. Она сделала вид, что лишь сию секунду заметила мальчика, хотя давно украдкой наблюдала за ним. Она знала, что от мальчишек добра не бывает. Бывают лишь вытоптанные клумбы, шум, беспорядок, а то и окурки по углам. Она привыкла обходиться с этим народом сурово. Но сейчас привычка боролась в ней с симпатией к незнакомому парнишке, спокойному, удивительно ясноглазому, непохожему на скандальных поселковых пацанов. Наконец она снисходительно сказала. «Если уж так порядок любишь, снеси вон туда, за угол. Там мусорный ящик есть». Он кивнул и неторопливо зашагал по тропинке, протоптанной вдоль кирпичного фундамента. Пес неодобрительно взглянул на уборщицу и пошел за мальчиком. Они свернули за угол. Уборщица смотрела мальчику вслед. «Ишь, какой!» думала она со скрытым удовольствием. «Не хулиганистый, ладненький мальчонка. Родители, видать, культурные». Потом она взглянула на скамейку, где мальчик оставил вещи. Курточка сползла со спинки и свалилась в траву. Женщина вытерла опадол руки, спустилась с крыльца и подняла куртку. «Из лагеря возвращается». Подумала она. «Чего же это он один-то? Самостоятельный». К большому огорчению пса мальчик бросил вкусную газету в побеленый дощатый ящик и хлопнул крышкой. Пес вздохнул и сел. «Что вздыхаешь?» спросил мальчик. «У тебя тоже неприятности». Пес замахал хвостом. Он как бы говорил, «Неприятности чушь. Если хочешь, я готов быть веселым». «Ты смешной», сказал мальчик. «Ушастый, хвостастый, блохастый». Пес наклонил на бок голову. Одно ухо встало у него торчком, а другое совсем упало и закрыло глаз. Мальчик засмеялся. «Чучело репейное. Как тебя зовут?» Пес вдруг подскочил и припал на передние лапы. Он приглашал поиграть. Морда у него стала дурашливая и озорная. «А ты меня нечаянно не слопаешь?» спросил мальчик. Пес замотал головой так, что уши захлопали. «Ни в коем случае». Мальчик шлепнул его по косматому загривку. «Ты, ляпа, догоняй!» и помчался по траве. Разинув большую розовую пасть, пес рванулся за ним. Он тут же догнал мальчика и постарался ухватить его за ногу. Мальчик споткнулся и полетел в упругие заросли репейника. Пес вцепился в его штанину, обрадованно заурчал, но при этом косился золотистым взглядом. «Тебе не больно? Ты не ушибся?» «Эй, эй!» крикнул мальчик. «Брысь со своими зубами! Не имеешь права!» Он тряхнул ногой и вскочил. Пес отпрыгнул и ждал, махая хвостом. «Смотри, что ты грызешь!» укоризненно сказал мальчик. «Мои заграничные штаны!» «На них твой портрет, а ты зубами!» Он повернулся к собаке задним карманом. Карман украшала кожаная заплата с отпечатанной головой овчарки и буквами «Шарик». Это был знаменитый шарик из польского фильма «Четыре танкиста и собака». Но кудлатый станционный пес не смотрел многосерийных телефильмов, и ему было все равно. Он снова примерился, как бы сцапать мальчика за штанину. «Ах ты так!» Мальчик прыгнул к нему и хотел повалить в траву, но пес увернулся и зигзагами бросился на утек. «Догоню!» крикнул мальчик. И правда догнал, хотя и не сразу. Хлопнул пса по кудлатой спине. «Ты опять ляпа! А ну поймай!» И пес бросился за ним. Он понял, что такое игра в ляпки. Наконец они устали. Мальчик сел на старую шпалу в тени красной трансформаторной будки, похожей на часовенку. Пес встал перед ним, вывесил язык и моргал желтыми глазами. «Ты хороший», — сказал мальчик. «Ты совсем не чучело. Я пошутил». Пес одобрительно задышал, подошел вплотную и сунул морду мальчику под мышку. «Пойдем», — сказал мальчик. «Вдруг у меня украли чемодан со скамейки. Тогда мы с тобой бросимся по следу и поймаем преступников. Согласен?» Пес был на все согласен. Они пошли в станционный скверик. Чемодан оказался на месте. Куртка тоже. Да и кто их мог взять? На всей станции, кроме мальчика, было всего три человека. В глубине дома дремал пожилой дежурный, в комнатке с квадратным окошечком шелестела журналом кассирша, а недалеко от крыльца чистила медный колокол уборщица. Она стояла на табурете и драила колокол тряпкой с белым порошком. Солнце отражалось в начищенной меди, как большая лучистая звезда. Мальчик и пес подошли, и уборщица глянула на них неласково. Теперь мальчик не казался ей таким уж культурным и воспитанным. Был он помят и взъерошен, на рубашке и брюках висели серые шарики репейника, в спутанных светлых волосах торчали мелкие листики и обрывки травы. «Извините», — сказал мальчик, — «вы не знаете, как его зовут?» Он притянул к себе пса за шею. «Этого-то зверя?» — спросила уборщица хмуро и пренебрежительно. «Да никак его не зовут. Как его звать, если он бесхозяйный? Как хошь, так и зови. Он на все откликается, лишь бы кормили». «Значит, он не чей?» «Может, и был чей, а сейчас не поймешь. Ребятня притащила откуда-то, а в дом никто не пускает. Кусокой когда кинут, ну и все. Кто полканом кличет, кто жучкой, кто фантомасом». «Спасибо», — сказал мальчик. Ему хотелось еще что-то спросить, но он не решался. Псу было неуютно тут, рядом с сердитой женщиной, у которой в руках тяжелая тряпка. Он переступал передними лапами и нетерпеливо поглядывал на мальчика. «Пойдем отсюда, а?» «Извините, что я вас отвлекаю», — сказал мальчик. «Я только хотел спросить, если его здесь не будет, о нем никто не станет беспокоиться». «Да кому он нужен-то? Все равно когда-нибудь пристрелят за то, что кур гоняет». «Видите, почему я спрашиваю? Я хочу его взять к себе домой, если он правда ничей». «Такую лохудру?» — изумилась уборщица. «Да мать-то вас обоих из дому веником выгонит». Мальчик тихо сказал. «Что вы? Никто не выгонит. Значит, я могу его взять?» «Да забирай на здоровье такое сокровище». «Спасибо», — еще раз сказал мальчик и отступил к своей скамейке. «Да мальчик тихо угрозdet». «Бат远 пришлоسب» «Наминъй линувище». Продолжение следует...